...хорошие, эффективные полномочия. Это слово президента. В чем я веду? Потому что он персона, который арбитр, по сути, Конституции. Судяй будет, как все это спорит. И он персона, которая первая персона власти. Если президент активный в своей работе, он может взять многие инициативы и двигать вопросы. И это его слово, которое... Не надо ходить к другому главу, видите, Фрейбергов. Просто своим авторитетом, который был не расписан в законе, а тем своей личностью смогло обеспечить очень много вещей, которые ни в одной статье не расписаны. Нужны личности. Но из этого не следует, что на самом деле ситуация де-факто расходится с ситуацией де-юра. С одной стороны, Конституция дает президенту очень узкий коридор для действий. С другой стороны, на примере всех трех президентов, и Вайровики Фрейберги, и господина Затерса, и господина Берзинша, который, как известно, отверг кандидатуру Пабрикса, мы видим, что на самом деле президент действует гораздо шире, чем предполагает рамки Конституции. Может быть, следует вот эту вот ситуацию де-факто изменить и в даюра, в документах? Можешь показать один момент, где кто-то из президентов вышагнул из рамков Конституции? Этого не было. Нет, это пример президента Берзинша был правильным. То есть, Фабрикс имел большинство. Ничего не имел. Кто приходит в президентскую кандидату? Кто придет? Значит, никого кандидата нет голосов. Нет голосов, нет разговора. В любом случае, он его отверг. И более того, то, что господин Затлерс уже тут сказал однажды, по Конституции он назначает премьера, а де-факто он попросил списочек на стол. По традиции до этого было, что с президентом всегда согласовывали министры иностранных дел и министерство обороны. Это исходило, ну, в принципе, как бы из функций... Из политической традиции. Да, из традиций. А президент Берзинш ее взял и расширил. И ничего плохого не случилось. Ну, мы имел правительство, функционирует, травма и ходит. Это было одно из моих предложений. Да, хорошо. Это было из моих предложений. Господин, господин... Потому что даже вот это... Здесь очень много вопросов. Я хотел бы сказать, что у нас, по сути дела, в Латвии такая ситуация, что как будто бы несет ответственность, высшие руководители, а в то же время не несет. Но то, что господин Затлович правильно сказал, что нет такого ситуации. Мы не видим такой ситуации, когда президент, в суть, умышленно сделал бы что-то в пользу, ну, скажем, коалиции партии. Но мы не знаем тех ситуаций, когда президент, по сути дела, плохой закон, подписывает и публикует, не дает обратно парламенту, потому что этот парламент его избирает. А кто сделал брак? Извините, столько браков потом отменяется и конституционным судом. Когда уже люди говорят, что закон плохой, закон плохой. А то, что мы говорим о том, что народ может избрать какого-то человека очень плохого, извините, должно быть процедурой импичмента. И Литва очень хорошо показывала, как очень нормально можно такого президента снять с поста. Это нормальная процедура, это предусматривает конституция. Если мы делаем резюме об этом, точка в том, кто, какие персонали становятся политиками, кто становится президентами, премьерами и депутатами. Довольно общество с тем, которые хорошо себя показали и хорошо работают. Например, Украина. Ну, смотрим, был Янукович, люди вышли на демонстрации, не были согласны. А сейчас Порошенко, ну, вроде, та же самая система, но меняются люди, как они работают. От этого зависит, как общество смотрит на эту вещь. Первая проблема. Общество, есть какое-то недовольство нынешней системой. Оно выражается в том, что, первый момент, меньше люди ходят на выборы, потому что последние выборы были большие. Высокий уровень недоверия партиям. Б, еще пункт С, это некие ожидания от того, что если мы что-то изменим, то тогда это будет делать. То есть, здесь проблема есть с двух сторон. Совершенно согласен с господином Бендиксом, что обществу надо активнее участвовать, да, а не ждать, что придет царь-батюшка какой-нибудь, да, и все решит. Б, это проблема в политической элите, которая не может создать предложение, да, которое бы удовлетворило делать. То есть, какие-то стабильные политические партии, да, которые имели какое-то видение и так далее. То есть, в это недовольство оно ищет какие-то каналы, да, ищет новый выход. И вопрос о том, первое, мы знаем, что то, что общество ищет, это достаточно миф, да, то есть оно не будет удовлетворено, если даже это изменение будет. В любом случае. В любом случае, да, потому что если будет избран, всенародно избранный президент без слабых полномочий, оно сразу же... Бессильных полномочий. Бессильных полномочий, да, то есть оно будет сразу же разочаровано. И выборы президента, поверьте мне, следующие выборы президента, после того, как народ узнает об этом, что на самом деле их выбор, они голосуют за персону, которая очень мало что может изменить в жизни, она не явила чуда, оно будет 30-40% явки, оно будет даже меньше, чем выборы в парламенте. Господа, выступающие против, скажем так, или сомневающиеся в эффективности такого механизма, как народный избранный президент с более широкими полномочиями, и утверждающие, что сейчас сохранен баланс и все в порядке, не кажется ли вам, что у парламента сегодня, на мой взгляд, есть одно оружие против президента, которое может быть использовано в не совсем честных условиях? Это постоянно звучащие угрозы, ну может быть иногда кулуарно, о том, что, ну вот если президент поступит так, мы его на второй срок не изберем. Ну и что? Меня не выбрали на второй срок. Это трагедия для народа? Это трагедия для государства? Это нет. Ну, я думаю, что когда президент становится разменной картой в политических играх, то это, наверное, трагедия для государства, и в этом есть какая-то опасность. Есть одно лекарство. Это открытое голосование. Чисто открытое голосование. Вы понимаете, да? Если открытое голосование, тогда не будет вот этих финтиклюшек. Ясны будут аргументы, почему выбрали бы именно этого кандидата, а не другого. Господин Смилтон, партия Единства, вот отрицающая последовательно возможность избрания президента народом. Мы смотрим скептично. Скептично. Но это не меняет итогов голосования, скажем так. Вы обсуждали в партию идею открытого голосования за президента? Мы обсуждали, мы поддерживаем эту идею. Так. Господин Кутрис удивился. Извините, а региональное объединение предложило такое? Да, и кто приголосил? А большинство вашей коалиции открытся на этот проект? Извините. Кто проголосовал за это? Ваша коалиция, которая поддерживает этот пункт? Как наша? Это у них семенция, а не о своем оде, чем... Я бы хотел... Мы поддерживаем эту вещь, но проблема в том, что не все партии в коалиции согласны с этим. И от этого... Чтобы это изменить, надо менять Конституцию. Потому что это там. Это означает, что надо две третьи части... 67 депутатов? 67 депутатов. У нас нет 67 депутатов, чтобы это поменять. Небольшая историческая справка. Первое... Одно из самых первых дел в Пражской восьмине 68-го года была отмена открытого голосования. В компартии Советского ВКБП было закрытое голосование до 17-го съезда. Сталин вел открытое голосование. И все движения в 87-88 году в Латвии было за то, чтобы ввести закрытое голосование. Потому что это демократично. Открытое голосование было при Сталине, при Брежневе, при Гитлере. И сейчас будет при Кутрисе. Ну заехал, ну заехал, ну заехал. Посмотрите на Конституции большинства демократических стран. Там даже не понимают, что это такое закрытое голосование. В Британии, значит, не демократическое, да? Здесь тоже мы... Какой цель мы преследуем? Дело в том, что открытое голосование выгодно для политической партии. Для руководства партии. Именно для тех, кому не доверяет... Потому что она точно знает, за кого она будет голосовать. А закрытое голосование дает повод для всяких разных манипуляций. В той же... Кто-то может быть вне согласования с руководством политической партии, кто-то с согласованием. Да? Потому что было очень много разных вариантов, когда руководство политических партий говорили одно, а голосовали совершенно по-другому, да? Мы теперь отодадим этот вопрос народу. Это... Это... Опять же, если брать какую-то финтиклюшку. Господин Репшер ввел открытые... Да, 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 да. Единственная страна в мире. Ну что, мы лучше живем от этого? Я прошу прощения. У нас близится к концу телевизионный эфир. Мы проложим трансляцию некоторое время в интернете по традиции. Поэтому подключайтесь. Я на прощение с телезрителями хотел бы пару мнений от наших интернет-пользователей. Павел Петровский пишет, казательно выборов президента, то нужно что-то менять или наделять большими полномочиями или дать право выбора президента стране, ну то есть народу. Ведь какой смысл в малой стране ходить голосовать, если от этого по факту ничего не меняется в политическом плане? Люди выбирают те же партии, которые только меняют названия, а из которых, то есть из партии, выбирают тех же микропрезидентов. Вся пирамида устроена так, что уже от народа ничего не зависит, считает Павел Петровский. Вихаил Парахин пишет, на примере Эстонии и Литвы видно, что Ильвес и Грибовская активно участвуют в политической жизни своих стран и представляют Эстонию и Литву на международной арене. Зависит ли это от полномочий или же от личных качеств и желаний? Кроме того, они соблюдают общий курс своих стран, где гарантия, что в Латвии всенародное голосование не создат разночтение в курсе страны между коалицией и президентом. Вот насколько полярное мнение. Но Ильвес не избирается, но... Я прощаюсь с телезрителями, потому что наше время, как обычно бывает в хорошей компании, пролетело незаметно. Если есть возможность, присоединяйтесь к нашей дискуссии в интернете. Я прощаюсь с вами на неделю. Встретимся в следующем среду. До свидания. У нас продолжается дискуссия в интернете некоторое время, и поэтому... Субтитры сделал DimaTorzok